Уважаемые коллеги, только что завершилось заседание правительства, где рассматривались вопросы индустриально-инновационного развития страны, а также план по стимулированию экономического роста и обеспечению занятости на предстоящий период. Мы попросили министров ответить на дополнительные вопросы, которые, возможно, возникли у вас в ходе заслушивания заседания правительства. У вас есть возможность задать вопросы министру экономики Бишимбаеву Кандыку Валихановичу, министру по инвестициям и развитию Секешеву Асету Валентайевичу, а также министру здравоохранения и социального развития Дюсеновой Тамаре Косымовне. Пожалуйста, первый вопрос. Представьтесь. Здравствуйте. От Амикен Бизнес Ченнел Жанна Алпызбаева. У меня вопрос министру национальной экономики. Только что председатель Национального банка сказал, что банками было освоено только 94 миллиарда из денег ЕНПФ. Почему только половина и куда уйдут вот эти вот оставшиеся 106 миллиардов? Вы знаете, что эту программу реализует Национальный банк самостоятельно. То есть он самостоятельно размещает средства банка второго уровня. Основная причина, по которой только половина средств было запрошено банками из 200 миллиардов, связана с тем, что процентная ставка, по которой данные средства предлагаются, она достаточно высокая. И вот сам председатель Национального банка это отметил. Поэтому в текущих условиях, наверное, у банков нет адекватного спроса на дорогие кредитные ресурсы. В связи с этим они забрали только половину. О чем, какое предложение сделал председатель Национального банка? Это то, что тот остаток, который остался в размере 106 миллиардов тенге, рассмотреть его в дальнейшем, использовать на какие-то дополнительные нужды для кредитования малого и среднего бизнеса или для институтов развития. То есть этот вопрос, он впервые внесен Национальным банком, председателем в частности. И мы его будем рассматривать соответствующие средства и мероприятия, наверное, совместно с Национальным банком выработать. Салем естерме, Казахстан олтық телер наса, Асима Нурбай ғызы, Тамара Қасым ғызы, сізге сұрағым. Кеше, өзіңіз білес, сіз Қарағанды облысында 5-садам сибир жарасы бойынша ауру ұханаға түсті, соның 2-е бүгін көз жұмты, өзіңіз хабарда шығарсыз. Нақты анализы, кордынысы шықты ма? Неде аңға цепол төкісілер қалғаны шығыны жағдай ақылай қазір көні? Алты адам, алты азамат түскен, қазір я, екі азамат қай күсті болды. Оның бі қазір төрт адамыға емді үргізіп жатырмыз. Бір Қарағанды облыстық ем ауру ғанада, үші шет аудандық аудандық ауру ғанасында ем алып жатыр. Біз медициналық мекемелерге келген азаматтарға қажетті емді ұмдарын бәрін жасып жатырмыз. Ол ең Сибиры язбасына аурума, басқа аурума, оны біресіздер санепетслужба анықтай. Сонғынтан кәзір санепетслужба өзінің қажетті зерттіулерін жүргіз жатыр. Сонғынтан көріпің менің қажетті емді қажетті емді қажеттің қажетті. Добрый день, агентство. Хабар Дмитрий Крюкович, Осет Айрентайыч, вы назвали 26 неработающих проектах по Картифир. Их дальнейшая судьба, можно их как-то перепрофилировать, вообще, что с ними будет. И второй вопрос Тамаре Касымовне. Очень простой. В какой сфере сегодня существует дефицит кадров, какие специальности на сегодня самые востребованные? Спасибо. Большое спасибо. Я уже отметил, что по итогам 2015 года 21 проект простаивает. По ним, как и по другим проектам, ведется постоянный мониторинг. В каждом регионе Акимата областей на постоянной основе оказывают поддержку предприятиям. Есть предприятия, которых ввиду различных причин не получается выйти на нормальную работу. Я хочу сказать, что если предприятие не получается нормально работать, то возможно оно пойдет на банкротство или реабилитацию. В каждом конкретном случае мы можем дать полную информацию отдельно. Но хочу отметить, что это небольшие частные проекты. По стоимости инвестиций только 1% от стоимости всех инвестиций, вложенных в новые предприятия. Поэтому, конечно, каждое предприятие важно. Но, к сожалению, иногда бывают и такие случаи. И хочу привести пример, что и в развитых странах 5-10% предприятий попадают под банкротство. Это рыночная экономика, новые технологии, изменения рынков. Они, к сожалению, делают так, что 100% предприятий не работают. Это жизнь. Поэтому мы стараемся усилить экспертизу проектов. Но, конечно, здесь большая часть зависит от наших бизнесменов, от наших банков, которые проводят экспертизу, выделяют деньги. Коллеги, недавно только нами был опубликован прогноз потребностей на последующие 3 года. И мы дали, что только на 2016 год нашим реальным секторам была подана потребность на 134 тысячи человек. И если посмотреть по отраслям, то тогда сферы услуг. Больше сейчас требуют. Мы уже сказали о 20 номинованиях профессий. В сфере услуг это образование, здравоохранение идет. Дальше обрабатывающая промышленность. И третье идет строительство. В основном мы в системе здравоохранения говорим о врачах, средний медперсонал, образование учителя и технические работники для обрабатывающей промышленности и для строительства. У меня первый вопрос к Тамаре Косымовне. Скажите, пожалуйста, в семье, вы, наверное, знаете, четвертый год идет строительство ядерного медицинского центра. Когда оно будет завершено. И второй вопрос у меня по отчету правительства за 2015 год. Там было заявлено, что по программе Саламаты Казахстан какие-то заявленные индикаторы на 2012-2015 год были реализованы еще в 2011 году. Как так получилось? И второй вопрос у меня к Андыку Вальхановичу. Скажите, пожалуйста, правительство из спецфонда, вы сегодня говорили, выделяет следствия на развитие инфраструктуры под ИЖС. Количество регионов увеличится или это будут те же заявленные регионы? Мы знаем, что Астана, Алматы и ряд других областей не были заявлены. Спасибо. По семейскому центру хотела бы сказать коллеге, что строительство в семейском городе Семей начато с 2004 года. Там идет три этапа. На первом этапе мы построили радиологический корпус. На втором этапе к нему присоединили 85-коечную больницу. И сейчас идет центр ядерной медицины. Строительство завершено. Есть вопросы по оборудованию. Сейчас Акимат области и поставщики проводят определенные процедуры по обеспечению именно того оборудования, которое необходимо было для ядерной физики. Есть, конечно, и судебное разбирательство между подрядчиком, который проводил строительство, и между поставщиком, который поставлял оборудование. Мы сейчас ожидаем, мы бы это у нас на контроле ожидаем, завершение вот этих судебно-распирательств. После этого, я думаю, что когда суд примет решение, в части оборудования вопрос будет разрешен. По нашим показателям в рамках Саламата Казахстан, хотела бы сказать, это имеется в виду показатели материнской, младенской смертности. И хотелось бы сказать, что по этому направлению в системе здравоохранения работа ведется, начиная с 2005 года, в рамках первой государственной программы. Это направление было взято, и те результаты, которые мы достигли, и потом внесли изменения в эти индикаторы, касалось именно вот этих двух показателей. Касательно того, какие регионы будут охвачены дополнительными ресурсами на строительство инфраструктуры по ДЖС, мы планируем охватить все регионы, не только те, о которых говорилось ранее. Поэтому сейчас заявки имеются от всех регионов, и мы наиболее готовы из них профинансируем. Спасибо. Уважаемые коллеги, будут ли еще вопросы? Уважаемые коллеги, просьба не отклоняться от темы заседания правительства. Добрый день, у меня вопрос к Куандыху Валихановичу и Осету Орентавичу. Меня зовут Куралай, информационное агентство ЛС. Сегодня председатель Национального банка сообщил, что деньги, которые были выделены из ЕНПФ, оказались невостребованы банком, и он предлагает перераспределить их в другие отрасли. У меня вопрос к вам. Есть ли в ваших отраслях, в ваших министерствах какие-то сферы экономики, куда могли бы направиться эти деньги, которые оказались невостребованы банком? Спасибо. Безусловно, такие направления есть, нам надо их подготовить. Они могут быть связаны как с деятельностью институтов развития, так и с деятельностью Фонда национального благосостояния Самрук и ЗНА. То есть, большой пайплайн проектов у обоих организаций, которые требуют финансирования. Однако, почему банки не освоили эти ресурсы? Скорее всего, это в связи с высокой стоимостью ресурсов из ЕНПФ. Поэтому нам сначала надо продумать, готовы ли будут организации по такой же высокой стоимости эти средства привлечь. Или найти способ их удешевить. Пожалуйста. В нашей позиции мы считаем, что в первую очередь надо поддерживать предприятия обрабатывающей промышленности. И в принципе, эта политика сейчас проводится. Но в случае, если будут обсуждаться вопросы дополнительных отраслей, мы считаем, что продуктивные услуги могут быть включены. Это инженерно-технические услуги, геологоразведка, логистика, туризм. То есть, те отрасли, которые создают рабочие места, качественные и развивают малосредний бизнес. Но пока мы движемся в рамках того курса, которым сейчас сказал министр национальной экономики, мы должны решить базовые вопросы по ставке и уже потом окончательно определиться по отраслям. Спасибо. Я вот хотел просто откомментировать, коротко откомментировать. Это 155 миллиардов тенге, которые глава государства выделил на малосредний бизнес. То часть ресурсов из них также из ЕНПФ, а часть из национального фонда. И вот один дорогой источник – это ЕНПФ, другой, более дешевый – это национальный фонд. При совмещении этих двух источников получается приемлемая ставка для малого и среднего бизнеса. 31 шарына, Тамара Касым, қызы сұрағымыз кем. Бестубедегі жағдай бойынша 24 адам жарақат алды. Түртеу аурухана да деген ақпарат болған. Казырғы жағдайлары қандай жарақаттын, деген кей қандай ақпарат бар ма? Казырғы ең сонғы ақпарат болғанша, ойне қарзамат амбулаторияға емханаға келген амбулаториялып жердем көрсетіліп жатыр. Түртеу қазыр ауруханы да жалпы олардың ауруы ауру емес.